Итак, поехали, друзья! Со второй попытки стартуем наш стрим и теперь показывать должно всё просто чётко. Hellraiser уже успели взять пистолетный раунд. Практически без шанса восстановили заход финской команды на B-Plant. Ну и продолжают, собственно, там разбивать все атакующие потенциалы финской команды. Вот этому доказательству очередной эко-раунд от финнов. Хотя, посмотрите, размен 3 в 2. Финская команда заходит на B-Plant, должна установить Блонду и что же будет дальше? Есть два девайса, это уже интересно. Чем же всё закончится? Маркелов, Досся и Кучер постараются выбить поставленную бомбу. Ну и давайте посмотрим. Марик будет идти в первых рядах. Всё, пока под контролем у Hellraiser. Выбирает первый век Артёмный Маркелов. Есть последний минус. Падает непонятный парень с непонятным никнеймом. Давайте постараемся определить, кто это. Natu Disturbed Skark. Ну, в принципе, этих парней мы знаем. Кто-то из них Сани и кто-то должен быть ещё. Так, давайте вместе ознакомимся с составами этих замечательных команд. Hellraiser. С Маркелов, Досся, Кучеранги, Вадрен. Тут всё без изменений. У Энс. Natu, Ау, Насу, Сани и Disturbed. Ну вот, придётся нам самим разбираться, кто же из них кто, потому что почему-то админы фрагбайтмастерса не заставили финскую команду написать действительно их настоящие неймы, или, может быть, понадобилась финам замена, и это какие-то стенды. Ну, короче, вариантов пока много. Истину постараюсь узнать по окончанию этого матча. Ну и смотрим за всем происходящим. Поставленная бомба в предыдущем раунде способствовала финской команде дабы заполучить побольше денежек. Ну и, как видим, логичный бай. В третьем мы попытка переворота в этом матче. Ну, посмотрим, на что будут способны финны. Заходят на главочку. Hellraiser пока всё контролирует. Маркелов забирает на 7. Кого-то из финнов падает Disturbed. Ну и просто под флешку Марик ещё один минус. Но вот с мистером Джекпотом справиться не удалось. Какой хоть что-то от НАТУ? Ситуация 2 в 2. Казалось бы, проходной раунд для Ашеров. Всё контролировали парни. Но в какой-то момент что-то пошло не так. Итак, Адрен и Ангел против НАТУ и мистера Джекпота. Вот по-прежнему не знаю, кто же это из игроков. Итак, Ангел ждёт ошибки от НАТУ. Продвигается в сторону Большой Пискова и получает от мистера Джекпота пуль в затылок. Адрен один против двоих. Есть один красный игрок у финской команды, но МР Джекпот очень чётко манцует в пуенте и финны берут первый раунд в атаке. Вот так вот, нежданно-негаданно финская команда ничего вроде бы не сделала особенного. Но берёт первый раунд и будет набирать ещё и второй. Потому что у Хэлл Рейзерс начинаются проблемки с экономикой. Сразу же после отданного раунда парни вынуждены сливать. Ну, вот так вот. Что по кефициентам? Ну, однозначно фаворитами в этом матче является команда Хэлл Рейзерс. Это, я думаю, даже слепому, глухому и немому. Понятно, что парни действительно играют на уровень выше. Ведь с командой Маркелов... Нет, это Адрен под флешку. Забирает здесь Орбуда. Красным оставляет Скарка. Ну и что же будет дальше? Что же будет дальше? Отличный шанс для команды Хэлл Рейзерс вытащить свой экономический раунд и... Опять-таки же переломить ход этого поединка. Напомню, это вузерская сетка. Матчи проходят по принципу БО-1. Только Инферно, кто проиграет, тот вылетает из Фрагбайт Мастер Систем 2. В 2014, ну и победитель будет бороться дальше. Кстати, победитель этой пары выходит на команду НИП. Вчера НИП в серии БО-3 проиграли Титаном и опустили в сетку Узеров. И именно победитель этой пары попадет на грозную шведскую команду. Ну вот, не повезло кому-то из этих команд с сеточкой. Ну, скорее всего, ну, по-прежнему верю в парней. И надеюсь, что они сумеют обыграть финнов и есть у них реальные шансы побороться с НИПами. Знаем, что именно против шведов Хелл Рейзерс умеет довольно-таки неплохо как атаковать, так и обороняться. Маркелов два минуса при попытке уйти энд спланта. И никто не выживает из финнов. Минус пять девайсов у финской команды и отличный шанс для Хелл Рейзерс устроить переворот в этом матче. У финнов экономика на нуле. Если берут сейчас раунд Ашеры, то все просто шикарно складывается в первополовине для наших парней. Но не будем забегать вперед. Надо еще приложить немного усилий и действительно вытащить этот раунд. Итак, смотрим. У Хелл Рейзерс отсутствует АВП. Ну, вот привыкли мы видеть то ли Маркелова, то ли Кучерана Инферна со снайперской винтовкой у Доси вообще дигл в руках. И Хелл Рейзерс троем поджимали банан. Финны, на котором сыграли более-менее пассивно. Итак, смотрим. Ангела оставляют на банане одного. При этом идет укрепление АПВНТА в четыре игрока. Ну и тоже будет героем для команды Хелл Рейзерс в этом раунде. Так, что-то интересное тут у нас происходит. Вот такая вот засадка на зелени. Досят за углом. Кучер будет на подстраховочке. Дося замечает игроков, заходящих на главку. И уходит просто с диглом, дабы не нарываться на неприятности. Итак, будут идти именно сюда. Дося, будет ли голова Шор? Флешка в лицо. Дося в блайнде. Кучер! Ну вот, Кучер нельзя умирать. Дося падает. И есть неплохой шанс у Финов пройти по зелени и задавить команду Хелл Рейзерс. Кучер под флешку выпад на зелень. К чему находит Скарка. Отличный минус. Маркелов в мульти. Марик! Какие два минуса? Просто вертухи вырубают двоих финских игроков. Есть еще один финн в коврах. Это НАТО. Марик. Мансует очень четко. Не отдается. Все правильно делает Егор. 15 секунд до конца. Ситуация 4 в 2. Бомба не стоит. И финны. Ну, логично было бы уйти на сейв. Что будут делать финны? Смотрим. Ну вот, логично. Это по моему субъективному мнению. Финны думали по-другому. Умер джекпот. Устанавливают бомбу. Сделали при этом парни два минуса. И ситуация опять-таки же 2 в 2. Кучер и Ангел. На этот раз вот такой тандем выбивающих. Ангел получает по голове. Ну, вот проблема у Ашеров. Проблема у Ашеров опять-таки же на ровном месте. МРГ-код. Падает. Ангел. 1 на 1 против НАТО. Бомба стоит очень хорошо для финского игрока. И НАТО просто не даст здесь раздепузить все это дело. Бомба пикает слишком быстро. Кирилл понимает, что ничего уже не светит ему в этом раунде. И Ашеры проиграют второй. Действительно обидный раунд. Точно так же, как и в первом оружейном Hellraiser начали очень уверенно. Сделали 3 минуса. И потом вот в клатче вдвоем против 4 финны умудрились взять второй раунд подряд. Итак, плохое начало для наших парней. И теперь даже не знаю, что будет происходить. Ну, однозначно Hellraiser будут сливать. Надо брать эко-раунд, дабы как-то изменить ход всего происходящего. Финны взяли уже 3 и это только начало. И это только начало. Так, заглянул я еще в чат твича по поводу аматорки. Аматорка еще не началась. Там были какие-то проблемы с серверами. Все будет окей, друзья. С понедельника, по идее, стартует наша аматор-серия. Там довольно-таки солидное количество команд по эффекту зарегался. Придется вам очень-очень плотно попотеть, дабы стать победителями в АМ-серии. Итак, очередной выход на племб с команды Энс. Падает Ангел. Ну и Адрен и Кучер. Что будут делать? Как будут разыгрывать вот такую ситуацию? 2 в 4. Ну, я думаю, задача для парней не лезть на рожон, а просто подловить уходящих на сейф финнов. Ну вот, смотрим, что же будет. Как разыграет такую ситуацию Кучер с ЦЗшкой в руках. Просто дамская какая-то ЦЗшка розового цвета. Довольно-таки симпатично выглядит и похож с ней на какого-то метросексуала. Итак, Адрен. Все та же цель. Надо отобрать девайсы у финнов. Но вот на Инферно есть преимущество. При поставленной бомбе на Апланте вам достаточно уйти вот на эту позицию и вы здесь не взрываете. И то, даже не дошло до того, чтобы бомба взорвалась. 4-2. Очередная закупка для команды Хелл Рейзерс. По-прежнему отсутствует снайперская винтовка у кого-либо из Ашеров. И это меня действительно удивляет. Почему Маркелов не берет ВП? Вот действительно, для того, чтобы создать напряжение для финнов, надо взять снайперскую винтовку. Сделать пару уверенных фрагов и финны начнут плыть. Плыть и отлетать как фанера над Парижем. Итак, агрессивное занятие банана. Адреан будет давить до конца. Врывается, получает в голову Ангел. Разменял быстренько своего тиммейта. Ну и чудом уходит Кирилл. Чудом уходит. Так, по разменам смотрим. Один в один, но при этом Ангел потерял еще 65% здоровья. То есть, можно сказать, Ашеры проиграли эту стычку. Но все еще только впереди. Итак, Кучера будут запускать батвеску на банан. Кучер, есть первый минус, забирает. Ну вот, почему не написать нормальный никнейм? Ну а то, минус Дося. Ситуация по-прежнему 3 в 3. И вот все те же, даже уже немножко больше преимущества у финской команды Маркелов в одиночестве на Апуэнте. Смотрим на карту, что же будут делать Энс. Бомба ускарка. Никуда не спешат заходить финны на все про все. Есть 45 секунд. НАТО контролирует поджимы с главкой. Скарг точно так же это делает. А вот единственный мистер Джекпот пытается как-то агрессивно разыграть все это на банане. Ну вот, видим, пойдут на Ак Маркелову в гости. Марик в больших песках. И будет ли первый минус? Марик задергал. Спалил свою позицию. Попал по НАТО всего лишь одну пулю. Ну и есть минус. Падает Ангел. Падает Маркелов. Кучер один против двоих. И Хеллрейзер похожий на фаворита в этом матче. Ну вот нет той уверенности у парней. Действительно, взяли уверенную пистолетку, которую мы с вами пропустили по моей вине. Не знаю, почему не обновлялась картинка с моего экрана. Зависла она на таймере трех часов. Мы и падает Кучер. МР Джекпот есть последний минус в седьмом раунде. И счет 5-2. Не в пользу команды Хеллрейзер. Вливая закупочка. Вот такое решение от капитана команды именно от Кирилла Карасева. Как видим, в арсенале присутствуют 4 кольта 1 Фамас. Ну и отсутствие гранат, отсутствие арморов с касками. Не знаю даже, чем это закончится. Ну вот у Маркелла есть дым, у Адрена также есть дым, и есть третий дым у Ангела. Итак, на этот раз Шеры решили сыграть более тайт. Банан не занимает. Будут ждать в первую очередь какой-то агрессии от финской команды, потому что на самом деле Хеллрейзер в этом матче за 7 сыгранных раундов ни разу не принимали заход финской команды в пятером. До этого происходили какие-то размены, и после этого это играло на роль финнам. на пользу финнам, я хотел сказать. Ну и смотрим, как же все повернется в этом раунде. Эмерджекпот, один на банане. Зачекал, что здесь абсолютно никого, но вот Хеллрейзер составляет одного Адрена на Б в пуинте, укрепление А базы в составе из четверых игроков, и куда же все-таки пойдут финны. Так, вот такая вот засада. Ангел и Кучер на пятерочке, на зелени. Кирилл спалил на себя внимание, ну и вот теперь звездный тяк для Кучер, а финны не проверяют банальную нычку, получают три минуса. Маркелов безупречная игра на главочке, ну и засада на Апленте сработала, Хеллрейзер сберут третий раунд и немного переворачивают ситуацию в этом матче. Хотя вот посмотрев на экономику финнов, парни взяли пять подряд, но посмотрите, при закупке у финнов отсутствует полностью финансовая составляющая. Если Ашер возьмет второй раунд подряд, то дальше все просто должно идти по сценарию команды Хеллрейзер. Смотрим. Очередное агрессивное занятие бананом. Из троих игроков на этот раз Досе пойдет первым под флешку зачищать всевозможные позиции на дубе. Дистербет играет очень аккуратно, в десятке не высовываются, не получают демиджи, все очень четко делают финны, понимают, что Ашеры играют довольно-таки агрессивно. Маркелов против НАТО на коврах, но вот НАТО пробрался в такую вот нежданную позицию и Егор ошибается. Ошибается, Егор не ожидал такой прыти от Фина и был моментально за это наказан. Вот честно, как-то вот дают разгуляться Финнам на главке, вот об этом даже ничего не подозревая парня из Ашер, но и в итоге, что же будет у нас здесь? Ангел поджал банан, вот это плюс для команды Хелл Рейзерс. Как минимум должен сдержать одного-двоих игроков. Итак, выход на пуэнт от Финов, меняются девайсами парня, Адрену доверили АКМ, так как Доси получил порцию свинца и остался красный. Все правильно сыграли Хелл Рейзерс, ну и теперь звездный час для Кирилла Карасевок. Именно к нему пойдет финская команда, на все про все у Финов есть 30 секунд, Фины не спешат. Ангел зачекал заходящих на банан, дым на выход, ну и теперь называется здравствуйте, ребята. Здесь вас будут встречать очень-очень тесно и плотно. Кирилл по флэжечку, ну как же так, красным оставляет еще и Дистербита. Ситуация 3 в 3, Фины занимают, Бэпплоинт устанавливает бомбу и ой, какое непростое выбивание ожидает команда Хелл Рейзерс. До сих красный, также красный Дистербит, то есть по красным игрокам ситуация один в один, но вот что же будет дальше? Кучер выбивает с банана. Так, Скарк, давайте посмотрим за ним. Именно на нем висит Хелл Рейзерс не выбьет эту бомбу. Кучер проверит ли банальную нычку, не проверяет имин. Адрен дает минус в ответ Нату против Доси. Один в один ситуация, бомба пикает очень сильно и Доси уже не успевает. Не успевает раздефузить, просто отправляется в таверну вслед за Нату, которого убил. 6-3, Фины не дают закрепить Ашерму успех и по идее у Хелл Рейзерс будет экономически. Нет, посмотрите, с деньгами все окей, по-прежнему будет напряженная борьба в первой половине за вот такие вот раунды. На самом деле, скажу так, что у Финов неоднозначная какая-то атака. Вот много наблюдал за этими парнями. Если их принимать просто вот уверенно и жестко, вот то, чего мы не увидели от Кирилла Карасева, который должен был забирать как минимум двоих заходящих, он сделал всего лишь один минус, оставил одного красного, который сыграл все-таки немаловажную роль при выбивании своих оппонентов. То финская команда буквально через 3-4 раунда после плотных отдач начинает бегать по одному, отдаваться. Ну и пока этого не могут сделать Ашеры и нарываются на плотные приемы. Итак, что у нас происходит? Вообще никуда не спешат финны, атаки очень затяжные. Видно, что к этому никак не могут приспособиться игроки команды Хоу Рейзерс. Адские всадники. На вас поставили очень много девайсов. И вот в данный момент вы заставляете людей понервничать. На самом деле был у нас замес Кучер под флешечку. Два минуса на главке падает Дистюрбит, падает Скарк. Неплохо разыграли вот такой вот тимплейный момент. Упала, кстати, бомба на главке. Финны немного ошарашены всем происходящее. Маркелла минус решает. Ну вот и Марик делает также два минуса. Будет ли третий? Нет, Маркуша не дает сделать третий минус. И кто придет на помощь. Ну вот Кириллу нельзя отдаваться. Грамотно мансует капитан команды ХР. Ну и Мистер Джекпот. Один против троих два секунда до конца. Достя не оставляет шанса Фину. 6-4 и вот теперь проблемы у финнов. Причем очень большие проблемы. Две тысячи у Мистера Джекпота. Это самый богатый игрок финской команды. И финны берут фортбай. Не знаю, зачем вообще парни покупают СЗшечки и остается у них на все про все. Но это будет два экономических стопроцентных. Как их отыграют Ашеры. Ну вот действительно очень важно. Если сыграют четко, примут без шансов финскую команду, то экономика наконец-то наладится. Можно будет позволить себе немного поводоманили. Мэр Джекпот забирает Маркила на главке. Тем временем финны под Бэплентом. в составе четверых игроков и финны пойдут именно сюда. Под флешки дымы и гранаты будут залетать финские игроки. Но вот дым на выход и очередная пауза в этом раунде. Так, ну вот еще один дымок получить и говорит Адрен и теперь финны понимают, что это еще как минимум 30 секунд ожидания. Тем временем Мистер Джекпот на коврах ждет ошибки от Доси, но Доси не ошибается и лишает жизни Фина. Итак, под флешечку Ангел. Ой-ой-ой-ой, Кирилл, какие проблемы? Не делает даже минуса на Экорауде. Андрен, ну вот Адрен достойно сопротивляется, забирает троих. Задача ревайсера, ну вот я не знаю, что это такое. Поставить бомбу и он с ней отлично справляется. Уходит в церковь, все это слышит кучер и должен делать последний минус. Да, забирает Эмиль без шансов последнего оставшего финского игрока, дефузит бомбу и счет становится 6-5. Но вот без шансов не получилось. Экономику закрепить не удалось. Потеряли три девайса, что, конечно же, скажется на дальнейших раундах. И вот теперь вопрос хватит ли денег на закупку у финнов. Ну, как видим, благодаря поставленной бомбе финны имеют довольно-таки неплохое количество зеленых енотов, но все-таки принимают решение слить еще разок. Будет точно такой же раунд. Будет три флешки, один дым, куча ЦЗ-шечек и один П-250. Ну и как на этот раз будут действовать финские парни. Давайте наблюдать. Так, ну вот Маркелов или Кучер будут принимать сейчас. Причем плотно принимать. Марик выпускает из дома и отлично хэчула от Маркелов. На основу время Кучера Эмилька. Нет, это не Эмиль делает. Эмиль падает от Скарка, теряет очередной девайс. Но вот у финнов задача минимум выполняется просто на ура. Красным остается Маркелов. Надо сделать еще один минус и тогда финны ставят по-любому галочку в успехе разыгранных экономических. Но нет, второго не забрали. Марик выживает. Отчет 6-6. Наконец-то HellRaisers сравнивают счет в этом матче и имеют реальный шанс вырваться вперед. Не знаю почему, но по-прежнему отсутствует снайперская винтовка. Может быть тренируют какие-то свои заготовочки адские всадники, а может быть и просто нет желания у Егора сегодня пострелять со своей любимой снайперской винтовки. Итак, Ангелс, занятие бананом. Постараюсь сейчас удивить финского игрока и Disturbit. Ой-ой-ой. Вот он. Вот он. Вот он. Ангел подфлэк. Ну вот тайминги ужасные ловит Ангел. Только что вылетив флэшка на 2 секунды раньше был бы уже open-фраг на банане. А так не пошло. Ангел заметил на бревнах игрока финской команды. Отходит подальше вглубь и Адрен остается вместе с ним. Тем временем заход пойдет у нас на главочку. Ну вот финны любят вот такими затяжными атаками заходить на главку пытаться дергать команду HellRaisers и куда же в итоге пойдут. Пока еще непонятно, но но у HellRaisers все стабильно. Два игрока на б-пунте три на АА. Спокойно парни их в однокровно пытаются остановить атаки без каких-либо угадываний и тому подобных ситуаций. На самом деле можно было уже давненько прочекать ой-ой-ой два минуса от HellRaisers Маркелов на главке забирает ресивера Доси минус нату финны остаются втроем в этом раунде и посмотрим за мистер джекпотом и его снайперской винтов. Ой-ой-ой с вертухи вырубает кучеры ситуация два в три Доси в больших песках но вот Доси должен решать этот момент пропускает одного игрока в плен второго забирает без шансов джекпот он же игрок финской команды остается один против троих в пункте с ВП 9 секунд до конца и есть последний минус в этом раунде 7-6 HellRaisers выходят вперед под конец первой половины и постараются закрепить свой успех до конца наконец-то наконец-то мы этого дождались у Егора появляется снайперская винтовка давненько вот хотел уже на нее посмотреть и теперь увидим на что же способен Егор с АВП в руках финны что-то задержались на главочке не спешат занимать ну и кстати экономически у финнов будут сливать на последний все правильно делают финны и так Ангел на банане против двоих ловит кошку в лицо и Кирилл падает от дистербита не удается сделать Карасеву минус Маркелов отвечает минусом на коврах забирает НАТУ гранатка подскарка и практически все красные игроки команды Энс кроме мистер джекпота так а вот бомбу бомбу подарил НАТУ на коврах но Скар каким-то чудом ее смог унести так что же будет происходить дальше кучер больших песках досян на зеленочке Маркелов будет контролировать СВП выход из дома Адрен спокойно себе контролирует Б тут вообще никого нет и так Марик или Досян кто же будет делать минусы в этом раунде Маркелов ну вот ой-ой-ой Егор не увидел ЦЗ-шечку Егор мажет СВП моментально падает кучер так же умирает боже какие проблемы у хауррейзер на эко-раунде своих оппонентов но по-прежнему есть 4 красных 3 красных игрока Доси есть 1 минус забирает Ревайсера 2 в 3 АВП ускарка и вот этот парень может все решить БА есть 1 минус забирает Досю ну и Адрен уже понимает что ничего ему не светит в этом раунде на равном месте хауррейзер не знаю ну вот не повезло Егору просто ужасный тайминг он словил заметил дуло оппонента стоявшего под стенкой на главке но Егор к сожалению этого не увидел этого мы видели мы с вами это увидел игрок команденс увидел дуло снайперской винтовки пошел по стопам Егора и Душанта того забрал в итоге 7-7 9-6 уже сыграть не получится но по-прежнему интрига живет кто же станет победителем первой половины 8-7 Гандика будет небольшой на вторую но хауррейзеры должны брать восьмой потому что 7 раундов в атаке это уже очень много очень много раундов взяли финны в первой половине на CSGO лаунже зрители ну скорее всего люди которые ставят там они смотрят за этими матчами так и вот зрители в этом матче просто громадной уверенностью ставили свои девайсы на команду HR ну я бы тоже так поступил на самом деле я так и поступил поставил на шерох поставил самые дорогие шмотки и теперь нахожусь в зоне риска но на самом деле пофиг на все это главное чтобы парни собрались выиграли и прошли дальше на команду NIP потому что финны против шведов мне кажется вообще ничего интересного не покажут и так размен один в один в последнем раунде первой половины потеряли НАТУ Энс а разменяли на Кучера Марик остался также красный укрепление на планете из троих игроков Адрен по-прежнему на Б так Кирилл Карасев СВП вот это новость падает Дося так Марик в больших песках ну ай-яй-яй ай-яй-яй ну вот сработало укрепление перекрестным огонь Ангел и Маркелов забирают двоих игроков финской команды Ангел падает марш СВП падает также Маркелов в больших песках и Адрен один против двоих финны уходят в ковры это мистер джек-клот Адрен отличный кэтшот знает что игрок находится в фунте Молотов под ноги Адрен просто богоподобен богоподобен что тут можно сказать отличный Молотов кстати который не залетел финну под ноги и оставлял ему шансы стоять по-прежнему в углу но финн пошел на рожу он получил пуль в голову 8-7 Хелл Рейзерс впереди в первой половине неоднозначная первая половина что тут еще можно сказать провал полнейший ну лично для меня я ожидал большего я ожидал разгрома потому что все-таки мне кажется это не равные соперники и Хелл Рейзерс выше на голову финской команды но вот по первому тайму или первой половине можно смело сказать что это совсем не так и финны готовы сопротивляться с такими вот казалось бы неравными соперниками итак смотрим что придумают Хелл Рейзерс в этом раунде никуда не спешат никакой аркады не будет у финнов укрепление на Апленте Скарк 1 на банане вот если погибает Скарк то у финнов будут просто гигантские проблемы но вот он никуда не спешит просто в дымочек контроль заходящих на банан также прилетает еще один дым до этого кто-то из тиммейтов кидал нам ну вот а Шерры на Б не пойдут так просто так просто не зайдут давайте пройдемся по финнам посмотрим что происходит здесь нас поджим на коврах ой-ой-ой получает голову чудом уходит вот такая вот засада посмотрите два игрока находятся вот в такой вот нычке ну вот действительно рассчитывают что пойдут на главку Хелл Рейзерс но по карте видим что это будет не главка Скарк и его позиция на банане удастся ли сделать опен фраг отличный хэдшот падает ангел финны даже не дернулись аплентам нет Десятербит все-таки перетянулся под Б ну и что же Хелл Рейзерс в меньшинстве будут продолжать заходить на Б в этом раунде боже какой провал смотрите что происходит здесь Адрен два минуса на банане нет это в респаунер завалил Адрен финских игроков у кого же бомба кучер будет а нет это произошло на вот так Адренчик вот так раздал пока рисовал я где находится бомба Адрен вышел и зачистил аплент так ну и ситуация довольно-таки опасная два в два Доси и Куфер знаем мы как наши парни умеют проигрывать плач раунды Доси получает хэдшот в больших песках кучер один против двоих должен забирать первого падает Скарк ну и теперь один на один против мистера Джекота и мистер Джекот также вот падает ну вот опять-таки же какой хэдшот получил Доси два в два бомба стоит отличные позиции у Хелл Рейзерс и Доси умирает за считанные секунды надо было ждать захода но Доси получил действительно без шансов хэдшот и оставил своего тиммейта один против одного против двоих но Эмиль не сплоховал и взял очень важный раунд для команды Хелл Рейзерс и так по пистолетным раундам счет 2-0 Хелл Рейзерс взяли два пистолетных раунда но проиграли уже два экономических точнее нет только один экономический и была закупочка у команды Энс в третьем раунде первая половина так прострельчик от Доси неплохо залетает но попал по Нату одну пулю Кучер вроде бы заметил заходящего Нату в секретную комнату ну а это не Кучер это не Кучер это был Доси а прострелом забирает здесь тербы да воу воу-воу-воу Досиан так ну и что же у нас тут будет происходить вот такая позиция у Ревайсера выход на банан с ЭЗшечкой забирает Адрема и дострепятственно уходит вторая попытка Буити забирает Марк Елова кто следующий и смотрите дальше пойдет ресивер но нет Доси опять-таки же при файером в дым забирает финского игрока будут дальше заходить Хаурейзер на Б-плен но вот проблема не шуточная Ангел минус старт в Индии забирает Финнан ну и теперь вроде бы все успокоилось мистер джекпот мистер джекпот что творит врывается в дым забирает Доси ситуация 1-2 НАТУ один против двоих не спеша ставить бомбу Хаурейзер понимает что ошибка может стоить им победы в этом матче нельзя рисковать двоем должны задавить НАТУ НАТУ красным оставляет Кучера вырубает Ангела ну и как же так Кучер 12-ое плее против 22 НАТУ боже мой вот это изжога по другому не назовешь Хаурейзер чудом не проиграли экономический раунд опять таки же Эмиль оставшись один на один с красными хитами выигрывает дуэль у Фина 10-7 Хаурейзер действительно пожар гейминг какой-то горят горят адские всадники не могут ничего поделать вот надо успокоиться надо собраться надо обзавестись под накровием мы действительно зашли на Б ситуация 3 в 2 как можно было так растеряться ну вот не собраны по-моему парни из-за этого фены могут их наказать так ну вот этого парня мы уже видели в деле два раза выходил дым два раза беспрепятственно забирал игроков команды Ашера и была попытка сделать третий минус но дося в дым просто нахалявил можно так сказать интуитивный выстрел и пуля нашла голову Фина итак Ашеры в этом раунде никуда не спешат будут ждать в первую очередь ошибки команды выпад на главку от Фина Ангел попадает под дистербеду и теперь очередь Маркева выходить Марик выпад на главку забирает наставу второй минус и будет третий нет третий не дает сделать ну вот попадают Фины с этих стузешечек очень опасный девайс добавила Вольво в игру КС Глобал Оффенсив действительно внесли вот такую вот свежесть оружие за 300 долларов может такого натворить эти цзшечки которые стреляют как пулеметы в ближнем расстоянии забирают двух пуль очень очень опасное и грозное оружие итак 11.7 первое оружие у мистера джекпота снайперская винтовка не спешит он отстреливает главку ждет какой-то раскидки от команды HellRaisers но все-таки дальше пойдет итак будет ли минус ай-яй-яй оу ну был очень близок к первому минусу в этом раунде но что-то пошло не так дернула рука и промазал финский игрок так ну финны также играют в очень такой вот пассивный диффенс без каких-либо агрессивных выпадов на главку и тому подобного и как раз-таки именно сюда будут заходить HellRaisers так какой-то космический дымок приготовил ангел сейчас мы за ним посмотрим куда же он залетит итак приготовление помнит ли Кирилл как надо бросать дым мы сейчас с вами узнаем оп 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 вот так вот отрезается пятерочка капитаном команды HellRaisers кучер на коврах получает дым в лицо кто будет заходить первым итак это будет ангел падает от мистера джекпота есть второй минус ну и просто финн в одиночку останавливает проход команды HellRaisers по зелени не удалось за шаром сделать минус ну и четвертого забирает мистер джекпот будет ли эйс нет эйс не дает сделать нату 11-8 финны без шансов принимают заход команды HellRaisers на апвент и по-прежнему остается интрига в этом матче и и теперь посмотрите во что это выливается ашером потеряв невероятное количество девайсов на экономических раундах своих оппонентов парни при первом же проигрыше вынуждены сливать вот еще раз денежная составляющая на ваших экранах и кстати посмотрите что творит мистер джекпот ну вот мне кажется если это не нато то это скорее всего аус авп других вариантов у меня нет хотя конечно же могу ошибаться вот постараюсь выяснить что же это за парни играли за финскую команду то ли это стендин то ли это просто парни с нестандартными никнеймами итак заход команды HellRaisers пойдет на B-Plant вот на этого парня есть первый минус забирает Энджело Энджело ну а вот дальше ашеры довольно-таки неплохо заходят Скарк на помощь пришел уже мистер джекпот Скарк ну вот монсовал за ящиком и это спасает жизнь практически спасает кучер один против троих и также падает Эмиль ну 11-9 финны подбираются впритык команде HellRaisers еще один экономический был бы логичен у Адренов всего лишь 3400 но все-таки закупаются ашеры будут ну вот надо какой-то быстрый раунд надо вообще попробовать скрыть B-Plant потому что вот на этого парня заходить очень опасно мистер джекпот с ВП предыдущей закупки HellRaisers сделал 4 минуса и без шанса восстановил заход на А-Plant как будет как будет на этот раз ангел в одиночку занимает банан без каких-либо проблем мерджекпот по традиции попытка отстрелить кого-то в яме из HellRaisers но там абсолютная чистота и ашеры будут подходить на B троем уже занимают эту позицию а именно ангел Адрен и кто же кто же пятый кто же третий точнее третий у нас конечно же Кучер так опять-таки же глубокий диффенс от команды Энс Скарк в пленте а вот его тиммейт находится на терровском на точнее на контролском респауне и так закидочка потихонечку начинается Скарк вот такая вот флешечка ну и залетает просто флешка в лицо провал от Скарка и теперь HellRaisers должны воспользоваться такой ошибкой финской команды да Кучер есть опенфраг забирает Скарка в дыму попадает еще и по ревайсеру ревайсер забирает Адрена чудо выходит в красный ситуация 4 в 4 бомба стоит выбивание для финской команды мистер джекпот с ВП как будет действовать этот парень ну должен сейчас ловить ошибающихся игроков команды HellRaisers но ашеры понимают что высовываться им не стоит ошибка и это провал Маркелов есть первый минус Доси также поддержал ой-ой-ой-ой падает мистер джекпот ну вот как так долго Доси помогал своему тиммейту чусь горем пополам все-таки сдержали выбивание финской команды 12-9 не без проблем HellRaisers взяли 12 у финнов есть байраунд есть АВП у мистера джекпота и на этот раз респаун на банан куда пойдет вот этот мистер джекпот хотя вот знаете по аватаркам финнов можно сказать что это не стендин это однозначный игрок финской команды на аватарке у него висит логотип команды Энс так что это скорее всего АУ с АВП вау вот так хитшот падает мистер джекпот от АУ на банане с АВП Скарка и Ревайсера также неплохо подзорвали на банане ну и что же дальше будут делать финны АВП ушло на аплент а Шеры никуда не спешат будут медленно развивать свои атакующие действия опять таки же появилось у них оперативное пространство на одном из плентов есть ослабление то есть есть вариант что будет 3-1 и есть вариант что будет 2-2 но это принятие какого-либо из плентов но финны выбирают 3-1 и кстати на Б-планте стоит Скарк с СЗшкой в руках а вот Хеллрейзер вроде бы пойдут на АПЛ хотя нет это будет двойной флейк Адрен и Дося если не ошибаюсь будут заходить нет это не Дося это кучер постараются зайти на Б-плент и что же им предоставит Скарк если он сейчас заберет Адрен а нет Адрен опытный воин проверяет вот такую банальную нычку Маркелов забирает дистербида нато единственный кто пока сделал минус в этом раунде из финской команды ну и походу это последний минус финнов 13-9 Хеллрейзер ну теперь можно вздохнуть тем кто поставил на команду Ашер в этом матче потому что были парни на грани срыва теперь все успокоилось действительно накал страстей потихонечку снижается в этом матче у финнов экономический раунд счет 13-9 что позволит Ашерам взять 14-й а вот за 15-й я думаю финны будут серьезно бороться дося очередной прострел на ковры так где же засада у финнов ну как видим опять-таки же попытка укрепить бэп-плэнт и именно сюда пойдут Ашеры ой-ой-ой-ой-ой ой-ой-ой-ой-ой боюсь себе даже представить что здесь будет так где у нас два игрока здесь один нет в темный никого в темный никого ой-ой-ой ой-ой-ой никого вообще не вижу так ну и что же будет вот теперь видим всех финских игроков ого-го здесь пропустил двоих наконец-то его забрали хелрайзер продолжают заходить неужели парни не понимают что здесь невероятно большая засада скопление игроков финской команды три игрока находятся справа ну и уйдет ли Дося Дося ставит хэдшот забирает мистера джекфота и вынуждены парни капитулировать с б-планта перетягиваться на ап-плент что будут делать в этот момент финны НАТО идет по стопам Скарк уже бежит на ап-плент ну и что же что же что же успеет НАТО или нет ну вот буквально чуточку ему не хватило Дося уже устанавливает бомбу Маркела в коврах позиции у команды 1-1 против НАТО два красных игрока достаточно всего лишь одной пули с АКМ дабы кто-то из этих ребят распрощался с жизнью и это конечно же НАТО уходит в таверну а Дося берет суперволевой раунд команды Ашер боже как тяжело Ашером играть на ЭКО вот как только они получили порцию свинца как только упало два игрока надо было моментально бежать в в-планта но вот присутствует какая-то растерянность действия Ашеров и парни продолжали попытки зайти на б-плент потеряли еще одного игрока второй остался красным чудом убежали Ашеры с б-планта но опять-таки же все решалось в микромоменте Дося против НАТО оба были красные это доля случая то что Дося выиграл это не те Ашеры которые спокойно могут выигрывать Дося где это произошло ловит поджим по коврам забирает НАТО но вот ошибается финский игрок пошел можно сказать вабанг падает еще и ревайсер и хоурейдерс как никогда близки к пятнадцатому раунду в этом матче дистербит наконец-то фрак от команды хэнд забирает маркелова джекпот подвалил Досю в доме финны знают что на аппленте больше никого нет и хоурейдерс моментально заходит на б-плент на одного скарка скарк получает молота под ноги непонятно как не горит ну и в итоге кучер один против троих занял б-плент ну бомбу так просто поставить не дадут ну вот какая же предательская флешка залетела Эмилю в лицо как раз когда проходил прицел скарка флешка задела чувствительный глаз Эмиля и не видел он даже откуда в него стреляли ну конечно по звуку понял но пытался дернуть кого-то из финнов сделать хотя бы один минус после этого уже размонцовывать но финны не ошибаются 14-10 тенс не дают взять ничью хеллрейзерс в этом матче очень близки были ашеры сделали два опен фрага вот потом две ошибки подловили марика на главке Досю в доме ну и 3 в 3 уже опять таки же в квадж раунде хеллрейзерс проигрывают раунд и у парней все не так уж просто с экономикой если проигрывают этот бай у нас будет действительно жесточайшая заруба не будет проходного матча для команды хеллрейзерс так давайте еще раз на статистику посмотрим мистер джекпот 33 на 16 0 асистов 5 мвп 77 матчей набрал парень за 24 сыгранных раунда у команды хеллрейзерс маркелов занимает лидирующую позицию 27 фрагов есть первый минус здесь орбит забирает Досю ну вот что-то атака на инферно ашера вообще не внушает каких-то оптимистических ноток и мы продолжаем ожидать какого-то экшена в первую очередь от хеллрейзерс финны ошибаться уже не будут будут играть на дефолтных позициях у них есть преимущество одного игрока они должны ждать заходящих игроков команды хеллрейзерс ну и мистер джекпот очередной раз может удивить команду хеллрейзерс вставляет красным ангела ну и что же будет дальше ангел красный забегает просто к джекпоту на прицел падает ангел преимущество уже в двоих игроков граната падает еще и маркелов кто творит ау красным оставляет кучера ну вот мистер джекпот действительно джекпот для команды хеллрейзерс адрен тем временем пробрался в респаун и ждет когда же к нему придет кучер но кучер не придет 10 секунд до конца и ашеры отдают 11 при этом постараются засейвить два своих девайса кто у нас там на бпунте это скарк ну скарк не полезет искать адрена а вот ревайсер очень близок к тому чтобы найти казахского игрока 14-11 продолжаем наблюдать за всем происходящим в этом матче эко раунд для хеллрейзерс у двоих игроков есть два км это адрен и кучер при этом у них полностью отсутствует финансовая составляющая и проиграя этот раунд ашеры следующий будет также экономический итак смотрим за этими парнями что они будут предпринимать ангел боже какой провал кучер попытка стрелить главку ловит три гранаты под ноги и падает первая км команда хеллрейдер как разыграет свой ака адрен смотрим попытка занять дом здесь из финнов никого нет так что здесь проблем возникнуть не должно на карту еще раз посмотрим ангел чекает банан пресекает всевозможные поджимы ну и адрен валил свой девайс будет ли минус ну вот по дистерпиду не попадает отгоняет от того с позиции семерочки ну и мистер джекпот говорит андрен гоу гоу i'm waiting for you адрен есть первый фраг команда хеллрейдер в этом раунде забирает дистерпиду на семи все-таки подловил финна что будет дальше ангел с токаином попытка зайти на бэп вэн скарка не попадает ну и дальше финны должны все контролировать так ну вот в ряточке играют ашеры ревайсер забирает маркелова и остается дося адрен уже только дося дося забирает ли мистер джекпота да забирает его есть еще минус ревайсер красный скарк на бэп лунде и есть шанс но ой-ой-ой всего лишь одна пуля нужна была дося чтобы забрать скарка на бэн и остаться один на один 14-12 у ашеров еще один экономический да очень-очень напряженный матч мы с вами наблюдаем вот такого действительно я не ожидал я думал здесь будет спокойная победа команды хеллрейдер я уверен что так же думали наверное еще процентов минимум 80 от людей которые интересуются контрстрайком и что-то в нем понимают то здесь вот действительно счет который должен был быть это где-то ну 16-8 16-9 ну максимум 16-11 уже 12 раундов у финской команды и они в шаге от 13-го и это не предел это не предел такой игрой от ашеров вот парни зарабатывают себе преимущество потом вот на ровном месте его отдают проиграли эко-раунд проиграли это все было в первой половине проиграли кучу клачи проиграли дуэли ну вот я не знаю что можно поделать в такой вот ситуации мистер джекпот очередной минус забирает ангела постарается подловить еще кого-то из команды хаврайзерс нато был очень близок к фрагу но все-таки вот финны действуют очень правильно никуда не заходят понимают что ошибка может стоить очень дорого джекпот все-таки делает третий минус в этом раунде забирает кучера напоследок счет 14-13 финны притык подобрались к нашим парням ну и мы собственно ждем развязки какая же она будет по-прежнему нет никакой уверенности в команде HR можно так их называть что же придумает ангела компания адрен в одиночку занимает банан ну вот прогнали казаха или сам решил оттянуться могут под ноги да все именно так и так это будет быстрый выход на апвент хаврайзерс уже готовы к раскидке или по крайней мере готовятся ну и все внимание на мистер джекпот его снайперская винтовка в дыму замечает ой-ой вот это может стоить раунда джекпот не попадает по первому кучер есть два минуса джекпот отвечает минусом аркелов джекпот вертут вырубает еще и адрена надо забирать джекпота ну вот ауу все-таки уходит ситуация 3 в 3 асфера бойка окружена этот раунд ошибается ревайсер ну вот зачем полез дым один непонятно рисковал и был за это наказан в итоге 2 в 3 красный мр джекпот и скарка вдвоем против доси кучера и ангела смотрим как же будут выбивать парни доси отличный хитшот на 7 и ничья команде хеллрейзер все-таки достается 15 раунд зарабатывают ашеры ауа уходит на сейф отлично отыграл этот раунд но на самом деле если бы он забрал первого заходящего это был кучер который сделал два опен фрага то здесь все было по-другому вот что значит цена вот такой вот казалось бы маленькой ошибки это был промах от снайпера команды эндс это стоило ничье для ашеров итак два матчпоинта смогут ли их реализовать или мы с вами будем наблюдать допы кстати вот допы в лузерской сетке фрагбайт мастерс 2014 уже были прямо точнее только вчера фнатики против команды h2k на карте кэш казалось бы тоже сыграли безупречно первую половину но здесь такого не было здесь была действительно равная борьба умудрились во второй половине также проиграть со счетом 11-4 и только на допах натики обыграли h2k итак последние шансы для финнов остаться на фрагбайт мастерс и продолжить борьбу за очень даже солидый призовой дистербитс вп забирает кучера в коврах дося минус от mr jackpot адрен тем временем на главочке забирают два их падает нату падает ревайсер ну вот знаешь что два вп находятся на планте и мистер джекпот уходит в ковры опять-таки же тоже тандем мистер джекпот и скар двоем против троих но вот связка хэллэйзерс немного другая маркелов адрен и ангел постараются сдержать поставленную бомбу на б планте точнее на планте и реализовать первый же матчпоинт ну да здесь гг скар падает джекпот он же ау один против троих его забирает маркелов делает второй минус в этом раунде счет 16-13 хэллэйзерс проходит дальше кстати на команду nip что сулит им очень-очень плотной игрой и если будут играть точно так же как играли против финнов то я думаю им там ничего не светит итак статистика нам уже к сожалению не показывается непонятно что произошло поэтому я отправляюсь на рекламную паузу следующий матч который мы будем смотреть это команда 3dmax против хэллэйзерс ну и собственно ждем начало